Ребят, через несколько минут в этом бою будет происходить крайне веселая ситуация. Наш герой играет на колеснике, и он вышел в это сражение, имея в боекомплекте исключительно фугасные снаряды, 38 фуджезов. И, ребята, из-за этого здесь произойдет уже очень-очень скоро один просто угарнейший момент, с которого будет орать просто весь чат. Все сами увидите, просто сейчас смотрим бой, будет крайне весело, поэтому давайте начинать. В общем, наш герой приезжает на центр карты, особо агрессивно, кстати, не врывается, пытается здесь найти какую-то вылазку, выглянуть, кого-нибудь просветить, но рискует, видит, что особой инфы пока по центру нету, поэтому выезжать агрессивно может стоить ему большого количества хп. Тем более в этом бою по три артиллерии на каждую команду, а это значит, что даже колесникам стоит переживать, потому что именно по ним артиллерийские фугасы наносят такие сочные ваншоты, что там опрупеешь. В общем, счет 1-0, команда выигрывает в чате. У нас все это время будет там происходить гигантский срач между нашим героем и его новообразованным совзводным, которого он пригласил. Ну и здесь, конечно, стоит отметить, что наш герой немножко неправильно делает, что вот так вот начинает там оскорбления всякие выписывать. За это ему, конечно, минус. Но сейчас не об этом. Давайте все-таки посмотрим бой и убедимся, что он будет крайне веселым. Я просто не мог его вам не показать. Вражеский ЛТТБ активно мотается здесь кругами, отвешивает плюхи по нашему совзводному на Т-34-1, и, похоже, тот будет отправляться сейчас в ангар. Не очень удачно пацанчик выехал, хотя там и сзади стоящая СУ-100М1 вражеская тоже там свои плюхи получила. Как мы видели, союзная артиллерия не стесняется работать. Замечаем, что спустя 2 минуты после начала боя счет 1-4. И, собственно, что из этого нужно... Какие выводы из этого нужно делать? Современный World of Tanks построен так, что вот этот начальный счет очень часто показывает, что уже бой идет к сливу. То есть команда противников имеет преимущество, дальше она его будет сохранять, скорее всего, и фактически через минуту буквально уже начнется стадия добивания. Да, сейчас рандом такой, что много быстрых боев, и может на первый взгляд показаться, что это один из них. Ну, действительно, прошло там буквально 3 минуты, счет сейчас 4-7, мы отдали центр карты, это значит, что противники, скорее всего, будут иметь свободный проезд вот сюда, в Низинну, к нашим артоводам. Их перестреляют в ближайшее время. В общем, ничего позитивного для нашей команды не происходит, поэтому наш герой, как истинный начинающий статист, я бы его прям хорошим статистом не назвал, но, тем не менее, он делает такой вклад в этот бой, как желание нанести побольше дамага. Вот такой план у него, скорее, на этот бой. То есть он отъезжает в самые-самые дальние кусты, выбирает стиль игры ПТ-САУ, и начинает отстреливаться просто по оставшимся врагам, которые едут добивать наших союзников. Ну, отстреливаться, сами понимаете, фугасами, потому что у него просто, ну, нет других снарядов, наш герой играет чисто на фугасах. Хорошо это или плохо, решайте сами, пишите в комментарии. Но, как минимум, кое-что веселое, связанное с этим, произойдет очень скоро. Вражеский КВ-2 заинтересовался позицией нашего колесника, но удается пробить КВ-2 в лоб. Удивительно, да, повезло. Тут же появляется Скорпион. Скорпион-танк у нас картонный, поэтому, по идее, должны заходить в улочки. Но первый снаряд пробития не дает, а вот вторым уже удается отвесить ему 271. В это время союзная Е-25 активно сражается с врагами на нашей базе. Ну что ж, нужно поехать ей помочь, потому что СУ-101 уже просто в наглую валит на немецкую ПТ, и навряд ли у Е-25 получится выжить без постороннего вмешательства. Но, тем не менее, как мы видим, Е-25 пытается советскую ПТ-шку крутить, приезжает сюда еще и наш колесник, и спасает, фактически, в последнюю секунду Е-шечку, потому что, если бы сейчас, наверное, мы не добили СУ-101, скорее всего, она бы довернула и Е-25 все-таки выцелила. Но вот так вот. В общем, союзника спасли, и сейчас, наверное, немножко неправильно делает наш герой, потому что рассоединяется с Е-25. Ведь вдвоем их бы было добить тяжелее все-таки, чем поодиночке. Ну ладно, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вот так нагло залетаем на горку. Тут появляется СУ-100У вражеская. Первый фугасный выстрел результата не дает. Наносим всего 4 урона, а вот вторым снарядом уже пробиваем на 320. Учитывая, вообще, сколько попаданий и всяких непробитий было уже фугасами, мне кажется, результативнее было бы играть на ББ-шках даже тех же. Я уже не говорю про голду. Проезжаем дальше. Скорпион отправляется за Е-25, и без проблем уже там Скорпион более-менее динамичный танк, поэтому Е-25-му навряд ли удалось бы его как-то закрутить. Поэтому, фактически, сейчас наш герой вынужден играть в одиночку против 6 последних врагов. И самое смешное в этом всем, что ему придется играть исключительно на фуджестах. 22 фугаса, ребят. Добираем СУ-100У. Мы в засвете. Главное сейчас не подставляться под артиллерию, потому что это может очень негативно отразиться на состоянии нашего танка. Брони здесь никакой нету. Одна артиллерийская чемоданина, и все, бой закончен. Проезжаем КВ-3, вообще игнорируя его, заметьте. Просто вылетал прямо на КВ-3, проехал мимо и поехал добивать другие танки, вообще забив на него. Максимально отбито это смотрится. Жесть вообще. Бедный КВ-3 даже не успел опомниться. Похоже, что произошло. Добираем Скорпиона, и остается еще три артовода. Но вы, ребят, наверное, уже заметили, что КВ-3-то оказался фуловым. И как наш герой на колеснике фугасами собирается пробивать броню этой советской махины, которая, походу, в этом бою для того, чтобы выкачивать двухстволочки себе, я вообще не понимаю. Ну ладно, остается еще три артиллерии. И вот сейчас начинается самая интересная игра с огнем. Как вы уже знаете, для артоводов самая большая боль сейчас в игре, это именно колесные танки. Потому что часто происходит в рандоме, когда какой-нибудь псих на колеснике просто на пофиг в начале боя, прорывается по одному из флангов, залетает к артиллерии, уничтожает ее, еще бывает оттуда уходит живым. Чаще всего теряет почти все хп, да, чаще всего вообще отправляется в ангар, но он уже обычно остается гордым, как потом показывает чат, что хвалится, что вот он какой красавчик слился, но арту забрал. Хотя в 60% случаев, мне кажется, это все заканчивается тем, что этого колесника все-таки добивают. Он вообще ничего не делает в бою, просто сливается. Ну вот по-любому ставьте лайк, если у вас в команде были такие колесники. М-44, следующая артиллерия, видим, что довольно легко удается нашему герою разобраться с артоводами, они лопаются от фугасов просто на раз, два, три, и сейчас начинается уже захват базы врагами. Там стоит КВ-3, пора обратить на него внимание, 26 секунд есть у нашего героя на то, чтобы сбить. Самое интересное, что вот осуждаю, реально посмотрите, какие же мерзкие гадости пишет он в чат. Причем, ну его не оскорблял этот Т-34-1. Ну он написал там, соберись тряп, потому что тот вначале, мол, написал, за что мне это. Ну зачем вот таких гадостей писать, я не понимаю. Вот здесь наш герой хоть играет и пока хорошо, хотя играть на фугасов, это тоже эстрадное немного решение, мне кажется. Ну учитывая, наверное, его логика в том, что колесник быстрый и динамичный, поэтому в ближней схватке он может закручивать и тогда уже выцеливать слабые места, мол, зачем бабахи нужны, буду работать только фугасами. Но вот сейчас это будет компенсироваться по полной, потому что КВ-3, который мансит, у которого даже борт башни, это бронированная часть, видим, что вообще никак не поддается. у нас 11 фугасов, хватит ли их на то, чтобы размять этого тяжа, большой вопрос. Но видим, что вот удается по 118 наносить, но нужно больше, чтобы его фугасами добить. Удается даже пробить его в заднюю филейную часть на 323. Здесь, конечно, наш герой, я думаю, надеется всеми силами на поджог, но опять же совершает ошибки. Некоторые фугасы приходятся в совершенно бронированные места, в которые вообще шансов пробить нету. Но вот здесь как везет. Вот опять же, стрельнул в борт, казалось бы, там неплохая броня, но пролетает пробитие. Ладно, давайте просто, ребят, посмотрим, чем это все дальше закончится. Вот самое интересное в этом. Продолжает наш герой поливать фугасами. У нас остается буквально 4 снарядика. КВ-3 вот-вот довернет и буквально каждый раз в последнюю секунду наш герой уходит от его выстрела, просто делая какие-то обманные рывки, резкие смены стороны движения. В общем, КВ-3, по-моему, опечален и уже готовится походу слить данный бой, уже перестает сопротивляться, хотя нет, он активно пытается все-таки нас добить, но смотрите, что происходит. Мы оставляем тяжу там каких-то чуть больше 10 хп. Нет, 10. 10, ровно 10 хп. После этого он нам отвешивает солидную плюху и у нашего героя, ребята, заканчиваются фугасы и вообще все снаряды. Остается 3 минуты. Таранить хп нет. На захват ехать? Так мы уже на своей базе. КВ-3 фактически здесь стоит. Он явно должен стать быстрее. Что придумает наш герой? Вы обалдеете. Смотрите, узнаете через несколько минут, а я возьму паузу, чтобы рассказать вам про халявную голду, которую каждый из вас сможет получить. Внимательно слушайте. Ребят, мне нужно быстрее пополнить запасы голды, чтобы как можно чаще проводить новые розыгрыши. Поэтому сегодня мы зашли на сайт нашего спонсора воткит.ком, чтобы пооткрывать главный кейс, на который, кстати, сейчас скидка 33%. 33%. Ну что ж, давайте посмотрим, какие призы мне сегодня будут выпадать из первого же кейса мне выпадает пока 200 золота. Все-таки надеемся, что сегодня рандом меня порадует хорошими премтанками. Я пополню запас голды и, собственно, все будут довольны. Итак, второй кейс уже 750 голды. Идем плавненько по нарастающей, но хотелось бы сейчас выбить что-то посолиднее. Хотелось бы открыть премтанк. Ребят, сейчас расскажу, как вы можете на воткит получить вообще на халяву просто сразу бесплатно можно забрать 5000 золота. Ну, а перед этим я хочу объявить, во-первых, победителей. Кстати, голды все больше и больше, пока возрастают мои призы. Вот победители нашего розыгрыша от воткит. Каждый из этих ребят получает по 5000 золота, по 5000 золота, парни. 5 косарей каждый из них получает. И, кроме того, в этом ролике тоже будет розыгрыш голды от воткит для участия прямо сейчас. Прожмите лайк этому ролику быстрее, подпишитесь на наш канал, обязательно включите колокольчик в режим все уведомления. Я, кстати, выбиваю первый премтанк, не очень дорогой, но тем не менее, премтанк, как включить колокольчик в режим все уведомления, вот сейчас я специально опущу, чтобы где-то здесь вот, вот здесь, здесь появилось. Вот тут, тут. В общем, смотрите и внимательно выполняйте. Ну и обязательно под этим только роликом, где мы играем на воткит, как вы знаете, нужно оставлять специальные комментарии, где вместо игровых ников указать нужно ваше ID от ВКонтакте. Это цифры или буквы после слэша в ссылке на вашу страницу. Если кто не понимает, спокойно в Яндексе, в Гугле, в любом поисковике можно найти, что такое ID от ВКонтакте. И как его узнать? В общем, его нужно указать в комментариях, чтобы я мог вам на личную страницу написать, узнать у вас то, что мне нужно, именно почту от танков. Без пароля замечу, потому что некоторые аферисты пишут, представляются там под моим именем и пытаются вытянуть пароль. Я спрашиваю только почту. Никогда никому не называйте свой пароль от танков. Это исключительно ваша информация и чтобы выплачивать призы пароль не нужен. А почта нужна, чтобы используя систему вывода VODKIT, как мы видим, здесь нужно вводить какую-то почту и сумму золота. Почту от танков. Ладно, едем дальше. Главный кейс продолжаем открывать. вводить. ссылочка на VODKIT.com как всегда находится в закрепленном комментарии к этому ролику. Обязательно зайдите проверьте. Скажу сейчас зачем, что вам нужно прямо сейчас вот как можно быстрее на VODKIT сделать. Продолжаем открывать. Пока мне супер крутые премы не выпали, но в принципе я окупаюсь как минимум вроде точно. 500 золота выпадает. Едем дальше. Хочется все-таки какой-нибудь солидный премтанк восьмого уровня. Перемешиваем контейнеры. Так, так, так. Ну, что же выпадет сейчас? И у нас СТРВ С1 наконец-то! Да! Вот это уже годная вещь! СТРВ С1 все-таки не выпадает сегодня премтанк восьмого уровня. И видим как же стремительно увеличивается количество голды у меня на сайте. Все это плавно мы с вами разыгрываем на стримах и роликах. Стримов, кстати, давно не было, потому что я лентяй, но скоро постараюсь запускать. Ну, потому что другой работы много было. Очень долго работали над роликом с нарушителями правил, так сказать. Ну, вы помните вот этот видос. про тех, кого надо забанить, про разных подпирал. На этот ролик потратили очень много времени и сил. Сейчас тоже кое-что интересное готовим для вас целый проект. Он даже как-то не связан немножко с видео. Будет интересно. Я, кстати, не заметил, как выбил еще один премтанк Ревалризе. Очень-очень годно. Ну, что ж, ребят, не забудьте, что если вы перейдете по ссылке в закрепленном комментарии, обязательно поучаствуйте в ежедневной раздаче 5000 золота. Вот она, просто заходите, три простых шага, ничего платить не нужно, просто жмете кнопку участвовать, там подписывайтесь на группу ВКонтакте, воткит, и все. Очень классная штука, советую каждому перейти по ссылке в закрепленном комментарии и в этой халяве как минимум поучаствовать. Ну, а если будете на воткит, кстати, пополнять счет, вводите промокод от бомбилки, он также есть в закрепленном комментарии, там его найдете. При пополнении счета он даст вам 15% бонус. Считайте, 33% скидка плюс еще 15% бонус. В общем, спешите. 50 золота открываем, вот уже под конец немножко перестало вести, и давайте последний кейс, посмотрим, что же даст он нам сегодня и ну-ка, 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 давайте сюда. 100 золота. Ну, я считаю, что очень хорошо сыграл, СТРВС 1 я получил. Да, вот при пополнении вводите вот этот промокод бомбилка, вот он сейчас на экране, он есть в закрепленном комментарии. Ну, а мы возвращаемся, ребята, к бою. Как всегда, на самом интересном я остановил бой, но, собственно, повезло, как мы видим нашему герою, он попал под засвет, но КВ-3 не успел, растерялся, не откинулся по нам, и вот сейчас начинается самое интересное. Наш герой этим маневром фактически обманно взял тяжа, то есть он вроде бы отъехал от базы, а мы, используя свою бешеную скорость, успели пролететь на базу и стать раньше него. начинается захват и вот здесь главный вопрос. Да, вот сейчас КВ-3 тоже становится на захват и по идее здесь союзники пишут, что ничья, но наш герой уверен, что выиграет. Сейчас узнаем, чем это все закончится. Давайте для этого, ребята, бой ускорим и посмотрим, будет ли медаль Колобанова у нашего героя за игру на колеснике на фугасах. Давайте еще сильнее ускорим, 44 секунды до захвата базы, и вот сейчас уже будут итоги. Не забудьте, ребят, подписаться на канал, поставить лайк там, включить колокольчик в режим всеуведомления. Итоги боя будут в самом-самом конце перед вами, сейчас досматриваем финал, и, собственно, как мы видим, это, ну, это победа, ребят. Вот она сейчас появляется, захват базы мы взяли раньше, КВ-3 немножечко не успел, чтобы ничью затащить, но, в общем, вот такой вот в каком-то плане смешной, даже как мне кажется, бой. Жмите лайк в любом случае, хотя хамское поведение в чате нашего героя заслуживает прям вот, надо его за это поругать. Ладно, ребят, увидимся, удачи всем, пока. Субтитры создавал DimaTorzok